МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На круглосуточном информационном канале Брянская губерния, программа события в студии Оксаны Измерова. Здравствуйте. По информации Главного управления МЧС России по Брянской области, на сегодняшний день на территории региона в период весеннего половодия подтопленных жилых домов нет. Прогнозы спасателей на ближайшие дни тоже оптимистичны. Однако, если жилым домам пока ничего не грозит, то некоторые дачи все же стали жертвами половодия. Вы видите кадры, которые сегодня в редакцию прислали из областного МЧС. На них видно, как вода добралась вплотную к дачным домикам и полностью затопила некоторые огороды. Главное управление МЧС России по Брянской области напоминает, что в случае происшествия необходимо обращаться за помощью по телефону 01, с мобильного телефона 101 и 112. 14 апреля в Брянске прошли первые в этом году общегородской и общеобластной субботники. После долгой зимы наш регион особенно нуждался в этом. Приведены в порядок скверы, парки и общественные места. За экологической уборкой следили наши съемочные бригады. Сделаем свой город чище. С этой мыслью сотни брянцев выходят на общегородской субботник. Не остались в стороне сотрудники областного правительства. Они одними из первых выходят, чтобы прибраться в парках, дворах и аллеях. Один из таких объектов сквер Кравцова. В этом году здесь намного чище подмечают участники уборки. Однако весна обнажила листву и сухие ветки. Складываем их в одну кучу с подарками, которые оставил человек. На вершине мусорного рейтинга, конечно же, окурки. В большинстве случаев это бытовой мусор. Это наши, к сожалению, жители города, отдыхающие. Есть сквер, есть мусорка. Поэтому можно окурок или другой какой-то выбросить, но не бросать на газоны. Бригаде из сотрудников администрации, губернатора и правительства области достались несколько объектов. Сквер – трудовые резервы. Здесь основные грязнули – магазины. Прямо в сквер они выносят ненужный пластик и, опять же, окурки. Судя по тому, как выставлены были тут отдельные предметы курительного характера, я думаю, что, глядя на нас, глядя на наш пример, который мы подаем, я думаю, проснется, наверное, гражданское сознание и каким-то образом собственники, арендаторы включатся в этот процесс. Наводили порядок и в Семеновском сквере. Кстати, его брянцы меньше всего терроризировали окурками, пустыми бутылками и прочим мусором. Здесь основная задача – убрать пыль и мелкие ветки. Все складываем в пакеты, позже их погрузят на КАМАЗы и увезут на полигон. Андрей Мамошин, Владимир Сидоров. События. Брянск. Название скверу «Солнечный» передумали местные жители почти год назад. На место бывшей мусорной свалки они своими силами привезли грунт, разбили клумбы и посадили новые саженцы. За год деревья немного подросли и прижились на новом месте. Даша пришла на субботник одна из первых. Любимый сквер в микрорайоне Мексико убирает наравне со взрослыми. Все это выгребем и вывезем сегодня. Это у нас Даша самая первая сегодня вышла на субботник. Она сначала граблями работала, потом, ну видимо надоело ребенок все-таки, попросила медву, начала вдоль бордюра подметать. Но сейчас опять взяла граблю. Кроме Даши убирают мусор ее соседи и сотрудники домоуправления. Саженцами дубов и сосен занят совет ветеранов. Мы сажаем будущее, потому что через 10-15 лет это все оценят наши внуки. К слову, дубы посадить здесь решили не случайно. Большая часть нового городка находится на территории городского лесозастающего. И жильцы микрорайона Мексико, находясь на этой территории, решили сохранить часть леса. Сквер будет расширяться. С помощью беженской администрации жители Мексики убирают еще одну свалку поблизости. Через несколько лет на ее месте тоже появятся клумбы и деревья. Сейчас сделаем здесь большую эту. Сразу подпалим и пойдем уже дальше. Вот это вот дерево надо. Сейчас сделаем. На трассе Брянск-Смоленск большое оживление. Пилят, носят, жгут. Задача одна. Убирают откосы от старых веток и мусора сотрудники организации из Брянска у Нечи, Почи, Пастородуба, Пагара. Каждая команда должна очистить 100-метровый участок. Как вы считаете, такие субботники вот нужны, поднимают они? Разумеется, нужны. Бодро и веселое. Работаем весело и бодро. Думаем, вовремя все закончить и уехать. Ну а пока, как в поговорке, землю красит солнце, а человека труд. Екатерина Пормун, Сергей Любецкий, События Брянск и Брянский район. Чисто не только там, где не мусорят, но и где убирают. Сегодня активные граждане нашего города, это школьники, студенты, даже чиновники, вышли, чтобы сделать наш любимый город немного чище. На одной только улице Пересвета более 200 человек. Порядок наводится с 8 утра. Кто с метлами, кто с граблями. От 9-й школы до самого проспекта Станка-Димитрово. Перед департаментом была поставлена задача убрать улицу Пересвета, то есть очистить обочины от листвы, от мусора, плюс побелить все деревья, которые располагаются вдоль проезжей части. Вот эту задачу мы сегодня выполняем. Работают сотрудники департамента, наши подведомственные учреждения, волонтеры. Ну и нужно отдать должное местным жителям, в этом году тоже оказывают содействие. Возле своих придомовых территорий также убираются, мы помогаем им мусор паковать в мешки и вывозить. Вместе с сотрудниками департамента внутренней политики на массовый субботник вышли и сотрудники телекомпании «Брянская губерния». Уже к 10 часам улица стала преображаться. Я вышел на субботник, потому что мне небезразличен внешний вид нашего города. Потому что я считаю, что каждый из нас должен проявлять гражданскую позицию свою, активную, потому что каждый из нас хочет жить в красивом городе. И кто, если не мы? Следующие общеобластные субботники планируется провести 28 апреля и 5 мая. Игорь Умаров, Игорь Винничук, События Брянск. В Брянске объявлен общегородской субботник. Однако власти города решили не только убрать мусор в парках и дворах, но и заложить аллею дружбы. Так теперь можно называть участок возле концертного зала «Дружба». Идея появилась еще в прошлом году и началось все с белорусского землячества. Вместе с городскими властями Сибры подтянули остальных – армянскую, еврейскую, дагестанскую, польскую и другие диаспоры. На этой территории проведена большая работа по благоустройству. И мы осенью договорились, что обязательно здесь вместе с нашими диаспорами, белорусами, еврейской диаспорой, украинской диаспорой и другими представителями наших братских народов запланируем и посадим сквер деревьев и создадим аллею дружбы. Для посадки выбрали 13 молодых дубов. Это, наверное, самое крепкое дерево, которое будет стимулизировать крепость дружбы между народами. Посадить дерево – это дело благородное. Каждый нормальный мужик, говорит, должен посадить дерево и растить сына. Поэтому я думаю, что сегодня все с удовольствием участвуют в этом мероприятии. Как бы это даже, можно сказать, исторически будет наша память. Ни словом, а делом. С лопатой в руках руководство города вместе с многонациональным коллективом сажают символ вечной дружбы. Высаженные дубы, которые, я не сомневаюсь, будут долго-долго украшать наш город Брянск. И я призываю всех наших жителей тоже выйти на улицу рядом со своим домом и хотя бы минимально произвести какое-то благоустройство, убрать мусор. Тогда наш город будет чище, привлекательнее и красивее. Андрей Мамошин, Владимир Сидоров. События. Брянск. В Новозыпковском районе на базе фермерского хозяйства Пуцко состоялся сельскохозяйственный семинар. Посвящен он был проведению весеннеполевых работ. Вот говорилось и об использовании минеральных удобрений и передовых сельхозтехнологиях. Учиться у лучших в своем деле. Приехала вся область. В Доме культуры села Замешево нет свободных мест. Теоретический курс – важная основа для любой практики. Новозыпковский район площадкой для первого в этом году областного сельхозсеминара выбран не случайно. Именно Юго-Запад области традиционно первым приступает к весеннеполевым работам и задает тон всему региону. Вопреки сложившемуся стереотипу, что почвы здесь бедные и неплодородные, в 2017 году в хозяйстве Пуцко получили урожайность зерновых и зернобобовых культур в среднем 40 сантиметров с гектара на круг. А на отдельных полях урожайность ржи составляла 70 сантиметров с гектара и выше. В прошлом году в район внес минеральных удобрений 2000 тонн. Из них 1000 тонн внесены на поля крестьянско-фермерского хозяйства. Отсюда и валовый сбор, и урожайность, и, можно сказать, результат финансовой работы. Научный подход к сельскому хозяйству должен стать основой работы. Тогда сельхозтоваропроизводитель будет успешен. О технологических основах весеннего сева. Сегодня наука позволяет запрограммировать нужный уровень урожая, подготовить почву, вовремя внести удобрения. Внося даже оптимальные нормы, не сверхвысокие, мы можем получать 40-50 сантиметров зерна. На высокоинтенсивных технологиях вы прекрасно знаете. Можно иметь урожайность, вы сами видели, все мы участвовали на семинаре, с 120 сантиметров. Это реально. Поэтому надо вот эти поля взять под особый контроль. Поздняя весна почти на три недели сместила начало весеннеполевых работ. Однако во всех районах области техника готова выйти на поля. Заготовлены семена, закуплены удобрения. На время весенней страды в хозяйство привлекут дополнительных работников. Практическая часть семинара на полях хозяйства Пуцко. Центральная тема – подкормка посевов озимых зерновых культур. Здесь же – демонстрация современной техники. Кто знает, что такое нулевая технология? Ни культивации, ничего там не было. Уборка. И после уборки, после комбайна, без ничего зашла вот эта вот селка. Задавать вопросы, перенимать опыт – главная цель подобных сельхозсеминаров. В современных условиях отставать недопустимо. Поэтому и учиться пришли к лучшим в своем деле. Нагнетатель, турбина. Нагнетает воздух по семипроводам. Идет вместе, совместно тут. Смешивается удобрение и зерно. И высевается уже в удивительном сошняке. В Новозыпковском районе фермерское хозяйство Пуцко обрабатывает 7 тысяч гектаров земель. Выращивают различные культуры. В планах увеличить территории вдвое. За три года сделано немало. База здесь у нас в Старом Кривце, где было когда-то хозяйство. Пришли мы туда, там не было ни гаража, ни мастерской, ничего. Все было развалено. Все это мы за три года сделали ремонт. Восстановили, поставили зерно-чистительный комплекс в прошлом году. Где-то около 100 тонн сейчас он перерабатывает. Сделали людей мастерскую со всеми удобствами. Картофель-хранилище мы, капремонт сделали, где работает все хранение картофеля в автоматическом режиме. Семинар – это еще и площадка, на которой опытом делятся успешные сельхозтоваропроизводители Брянщины. На сегодняшнем семинаре выступили объемно, грамотно все специалисты, всех уровней подготовки. Готовности нашей и области, и каждого хозяйства, и районов. Это получительно объединит всех. Особое внимание в Брянской области – поддержки аграриев. В регионе реализуется 25 ведомственных и целевых программ. В этом году у нас бюджет федеральной области для поддержки агропромышленного комплекса будет в пределах 11 миллиардов рублей. Если сравнивать с уровнем прошлого года, то будет больше, в пределах на 1 миллиард. Аграриями уже подано 70 заявок на инвесткредиты. Цель – строительство ферм, овощехранилищ, приобретение техники. Краткосрочные кредиты оформили более 100 сельхозпредприятий. В нашем регионе заложена хорошая основа для будущих аграрных побед. Мы в этом году приобрели более 1000 тонн суперэлитных и элитных семян. Закупили хозяйством сельхозтоваропроизводителей области более 130 тысяч тонн удобрений. Где есть уверенность в том, что если правильно будет использована технология возделывания, то это все будет способствовать получению качественно хорошего урожая. В прошлом году на уровне ЦФО и России в целом по показателям урожайности Брянская область выглядела более чем достойно. Понижать планку брянские аграрии не собираются. Задача уверенно держать темп в промышленном производстве картофеля и получить урожай зерновых не меньше рекордного урожая прошлого года. Губернаторам поставлена задача выйти на 2 миллиона тонн зерна и 1,5 миллиона тонн картофеля. Елена Лыщицкая, Максим Кузнецов. События. Новозыпковский район. Закон об административных правонарушениях в центре внимания депутатов Комитета областной думы по законодательству и местному самоуправлению. Подробности у Андрея Мамошина. Среди десятка вопросов на заседании Комитета по законодательству и местному самоуправлению один касался ответственности водителей за неправильную парковку во дворах. Происходит рост числа автомобилей в городах, поселках. Автомобили оставляют в ночное время, в дневное время, на детских площадках, на клумбах, газонах. Они мешают спокойной, нормальной жизни наших блянских людей. Многие автомобилисты пользуются несовершенством законодательства и уходят от ответственности за неправильную парковку. Депутаты предлагают вести нормы, которые повысят эффективность борьбы с нарушителями. Проект закона в первом чтении депутаты рассмотрят на заседании областной думы. После комитет продолжит работу над законопроектом во втором и третьем чтениях. Законотворцам предстоит определить, в каких конкретных случаях наказывать автолюбителя и на какую сумму. Андрей Мамошин, Анатолий Чикрыгин. События. Брянск. Горожане проверили свою грамотность. 14 апреля в тысячи городов по всему миру, в том числе и в Брянске, прошла культурная акция «Тотальный диктант». Мы выделяем запятыми одиночные депричастия и депричастные обороты. Перед началом диктанта филолог подсказывает, на что обратить внимание. Депричастных оборотов в тексте окажется немало. В этом году его автором стала писатель из Цатарстана Гузель Яхина. Три текста «Утро, день и вечер», первый из которых прочли в столице тотального диктанта, Владивостоке, рассказывает об одном дне из жизни учителя немецкой словесности. Бах спускался с крыльца школы и оказывался на площади. У подножия величественной кирхи с просторным молельным залом вкружили стрельчатых окон и громадные колокольни, напоминающие остро заточенный карандаш. Павел Петрушин увидел текст всего час назад. Шутит, что паузы будет делать в нужных местах. В этом году образовательная акция проходит на трех площадках Брянского филиала Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. Аудитория, это отметили и организаторы акции, значительно помолодела. Я, конечно, готовлюсь и стараюсь повторять все, что считаю, где у меня пробел есть. Все повторяю. Каждый раз я волнуюсь, несмотря на то, что я сама учитель русского языка и литературы. И всегда боюсь подвести себя и своих учеников. Повторил правила немного по русскому языку, пришел писать. Первый раз на «Тотальном диктанте». С удовольствием приму участие. Все время хотела это сделать. Хожу каждый год, наверное, не с первого года, но со второго. Просто мне интересно. Я считаю, что хорошо знаю русский язык. Мне нравится. «Тотальный диктант» проходит с 2004 года. Наш город принимает участие в культурной акции с 2011. В этом году регистрацию на брянской страничке «Тотального диктанта» прошли почти 300 человек. Сесть за школьную парту отважились не все. В аудиториях чуть больше 200 горожан. Отличников становится с каждым годом все больше и больше. Это очень радует. А участников? А участников тоже. Стабильно где-то человек на 50-60 прибавляется каждый год. Диктант можно было написать не только на одной из городских площадок, но и в онлайн-режиме на сайте акции. Здесь же опубликуют и результаты. Они станут известны после 18 апреля. Елена Бочкарева, Владимир Сидоров. События. Брянск. В Брянске проходят сплошные проверки водителей. Ночью госавтоинспекция города искала нетрезвых водителей на улице Фокина в районе дома номер 58. Утром с 7.30 до 8 часов внимание ГИБДД было направлено на нарушение перевозки детей пассажиров. Проверка прошла на улице Красноармейской. Завтра инспекторы будут поджидать пьяных водителей на улице Крамской в районе Варяга, Беженский район. Время проверки с 18 до 18.30. Здесь же могут попасться любители тонировки. В Брянске установилась сухая и теплая погода. В связи с этим участились случаи пожаров на территории дачных участков. Областной МЧС призвало горожан не сжечь сухую траву. Спасатели убеждают, прибираясь на приусаденном участке и отдыхая на природе, не сжигайте траву и не оставляйте без присмотра огонь. В случае серьезного возгорания звоните по телефону 011 с мобильного 101. Большой праздничный концерт «Верую» собрал горожан в Доме культуры БМЗ. Традиционно он проходит в рамках пасхального фестиваля искусств и народного творчества «Светлая седмица». Открывает концерт недавний победитель регионального тура Всероссийского хорового фестиваля фольклорный ансамбль «Зарянка» школы искусств номер 10. Вот уже который год пасхальный фестиваль не проходит без участия и семейного коллектива «Горошины». Они славят Бога так, как делали это в старину в деревнях и селах Брянщины – духовными народными стихами. Между небом и грешной землей, на кресле, на кресле, на кресле, на кресле, на кресле. Мы выезжаем к бабушкам в нашем районе, в Суземский район, в Унеческий, в Суражский. Во многие районы нашей области записываем от них песни, учим их. И потом, как благодарные, наверное, потомки, дарим эти песни людям. Юбилейный пасхальный фестиваль собрал полный зал ДК БМЗ. В области он проходит 10-й год и посвящен главному христианскому празднику – Светлому Христову Воскресенью. В этом году отбор участников был особенно строгим. На сцене лишь те коллективы, творчество которых сочетает фольклор и православие. Мы постарались сделать его действительно тематическим пасхальным концертом, чтобы наши люди, которые живут на Брянщине, увидели, как встречали Пасху когда-то в былые времена. Песня «Воскресенье Божий» Это песня о возрождении Христа, его воскрешении, о радости, о надежде, о счастье и о великой любви Господа ко всем нам. В соседнем зале еще один подарок горожанам – выставка декоративно-прикладного творчества «Светлый праздник Пасха» в Центре народное творчество. Как вы думаете, что она сделана? Бумага? Бумага, да, кто-то пробует. А все говорят лоза, да, правда, похоже. Третья областная выставка объединила всевозможные техники. Это и народные куклы, и вязание, выжигание с росписью, вплоть до живописи. 250 заявок жюри пришлось сократить втрое. В итоге 80 авторов. Дебют некоторых организаторов приятно удивил. Это, конечно же, работы Погарской, нашей мастерицы. Мы ее впервые увидели. Это вот Нина Владимировна Морозова. И причем она представила свои работы, это роспись по дереву, и работы своих учеников. Не знаю, мастер очень понравился плетение из трубочек газетных. Десятый пасхальный фестиваль «Светлая седмица» проходит во всех городах и районах Брянской области. В программе встречи с духовенством, выставки, концерты, благотворительные вечера. Завершится масштабный православный праздник 3 мая. Елена Бочкарева, Иван Зюрев. События. Брянск. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, образцовый ансамбль современного эстрадного танца «Каприз» отмечает юбилей. К своему 20-летию коллектив приготовил яркую и насыщенную программу. Концерт состоится 19 апреля в концертном зале «Дружба». Они зажигают под современные ритмы, под русские народные, греческие и даже испанские мотивы. В прыжках почти парят над сценой, удивляют акробатическими трюками и филигранностью исполнения. Их постановки всегда отличаются оригинальностью. Все это, конечно, об одном из самых титулованных и прославленных коллективов города. Об ансамбле «Каприз», который на этой неделе готовится отметить большим концертом свое 20-летие. Будут представлены новые номера, новые костюмы, будут показаны танцевальные композиции, которые в репертуаре коллектива находятся уже на протяжении, скажем так, даже 20 лет. Они, конечно, видоизменялись, они корректировались, менялась музыка, менялась где-то хореография, но, тем не менее, они остались у нас в репертуаре и они любимы. Сегодня «Каприз» — это 270 талантливых танцовщиков. На счету ансамбля сотни ярких побед не только на сценах нашей страны. Лучшим «Каприз» признавали в Испании, Франции, Польше, Болгарии, Венгрии, Латвии и Белоруссии. Я занимаюсь в коллективе уже 14-й год. Занятия танцами нам дают, конечно же, море эмоций, море новых знакомств, друзей. Мы посмотрели мир, пока поездили по концертам по другим городам, получили много опыта. Это действительно частичка семьи, это друзья, это, можно сказать, вторые мамы и папы, это хореографы, которые занимаются с нами. Но в большей степени мы получили новую семью, частичку новой семьи, там наши друзья, наши знакомые. И всю свою жизнь мы занимаемся, посвящаем себя танцам. Юбилейный концерт ансамбля «Каприз» состоится 19 апреля в 17.00 в концертном зале «Дружба». Мы приглашаем на этот концерт всех наших друзей, всех наших бывших танцоров, всех коллег, которые причастны к хореографии, всех наших старших друзей, которые помогают нашему коллективу, всех, кто неравнодушен к искусству хореографии. Кристина Прюцхилова, Анатолий Чикрыгин, События Брянск. Новости программы телеканала «Брянская губерния» также доступны на нашем сайте в интернете. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Я желаю вам всего самого доброго и до свидания. Партнер выпуска магазин деловой одежды «Дресс-код». Улица Объездная, 30. Торговый центр «Аэропарк». Совершенная красота – это не только дар природы, но и работа профессионалов. Работа стилистов-парикмахеров. Ногтевой сервис, визаж. Мы создадим настоящий шедевр. Будь то простая или самая модная стрижка, свадебная или вечерняя укладка. Все это и другое будет выглядеть не только безупречно, но и естественно. Почувствуйте себя неповторимо и комфортно в новом образе. Салон красоты «Бигуди» 740075. Ты красива и это просто.